Европейские игры становятся настоящим брендом всего континента, хоть и проходят пока только во второй раз. Напомню, в 2015-м планку задавал Азербайджан. Именно там прошел первый мультиспортивный форум. Бакинцы до сих пор тепло вспоминают европейские игры. Тогда более 5000 спортсменов из 50 стран мира, как и сейчас, разыграли 253 комплекта наград. Кстати, именно в Баку было принято решение, что следующие игры будем принимать мы. О том, удержали ли планку, поговорим с нашей гостьей из Баку, театральным и музыкальным критиком Улькяр Алиевой. Доброго дня, Улькяр. Знаем, что вы приехали оценить постановки «Балетного лета» в Большом, но, надеюсь, не менее впечатлены и Минском в эти дни нашей атмосферой. Поделитесь, пожалуйста, с вами. Значит, первое, что спросили мои друзья из Баку, была ли я на открытии европейских игр. Это был их первый опрос, и когда я сказала, что, к сожалению, я была на открытии фестиваля балетного, они сказали, что очень жаль. Я так поняла, что весь Баку смотрел открытие европейских игр. Я посмотрела открытие в записи, я была впечатлена, очень понравилось. Многие, например, аспекты я не знала. Я, например, не знала, что Жарис Алферов, я не знала, уроженец в Беларуси, я не знала, что Лев Бакст, уроженец. То есть мне было не просто исторически, мне было познавательно увидеть это открытие. Мне очень понравилось, мне просто душа развернулась. Вот честно, мое впечатление. Я сам не ожидал такого, мне очень понравилось. Вы знаете, это очень красивое было, яркое открытие было. И дело в том, что я уже не первый год приезжаю в Минск, я уже себя чувствую немножко коренной белорусской. Я была действительно рада и горда за Беларусь, за белорусов, когда увидела это все открытие. И мне очень понравился момент о спортивной этике, когда показывали, что спорт это не просто победа, это прежде уважения друг к другу. И плюс того, мне понравилось очень, когда белорусы начали на экране, а потом весь зал начал отбивать сердце. Да, это очень здорово. Вы не поверите, но я сидел в гостинице. Объединила всех, правда? Это очень теплый такой момент. Это было очень красиво. Это было очень красиво. Это был маленький такой нюанс, но очень символический. И вы не поверите, я тоже сидела в гостинице и отбивала вместе с белорусами в этот момент сердца. Здорово. А вот если возможно и насколько возможно, давайте проведем сравнительный анализ Минска и Баку, насколько возможно. Удержать высокую планку такую было непросто. Как вы считаете, мы справились? Что нам удалось, что сохранить? Во-первых, и может быть что-то еще лучше удалось сделать? Мы не были в Баку, вам судить. Вы знаете, практически все как бы и в Баку. Та же атмосфера праздника. Я хочу сказать, что европейские игры очень важны для той страны, которой они проводятся. Например, здесь есть и внешнеполитический аспект. В каком плане? Что просто узнают, есть такая страна Беларусь. Например, я летела с нашими спортсменами, велосипедистами. Они впервые были в Беларуси. И когда они узнали, что это уже моя не первая поездка, первый вопрос. А что за страна? А какие люди? То есть уже есть какой-то определенный интерес. Я вам скажу, что у меня появились, когда проходили в Баку Евроигры, у меня появились много друзей среди туристов, которые открыли для себя мою страну и которые потом уже приезжали в качестве туристов и в качестве спортсменов. То есть есть какой-то внешнеполитический аспект, что они открывают многие спортсмены, многие туристы, многие спортивные деятели. Они открывают для себя Беларусь. И мы рады здесь всех видеть. Еще один вопрос. Фан-зоны, культурная программа, неотъемлемая составляющая таких спортивных форумов. Здесь есть какая-нибудь разница между Баку и Минском? Так же ярко? По-моему, насчет организации все очень стандартно. Но я еще хотела бы просто отметить внешне, помимо внешнеполитического, внутриполитический аспект. Потому что такие соревнования очень объединяют людей. Мы были чрезвычайно горды, что мы можем представлять свою страну. И вы знаете, я когда общаюсь с балетными исполнителями, сейчас в театре, и они когда начинают обсуждать, ты видел выступления наших по волейболу, ты видел выступления наших по акробатике, то я понимаю, что это как-то сплачивает внутри самих белорусов. Нацию. Сплачивает нацию, правда? А еще вот один вопрос хочу, нужно. Вы искусствовед, и наверняка вы очень тщательно думаете вообще о разных вещах, анализируете, когда видите, изучаете, да? Может быть, что-то увиденное здесь вас вот особенно как-то зацепило, вдохновило, как искусствоведа? Меня очень удивило и вдохновило, конечно же, открытие европейских игр. И наша открытость может быть. Да, и плюс того, у меня, я, например, каждое утро, я, есть краткий репортаж, и мы в гостинице все сидим, мы наблюдаем за этим. И еще мне очень понравилось, это уже ноу-хау ваше, показывают небольшой ролик, гимн Белоруссии и слова. И мы уже постепенно в гостинице начинаем учить гимн Белоруссии. Спасибо за ваши эмоции, за добрый отзыв. Спасибо большое, спасибо, Улька, что пришли к нам, нашли время. А я напомню, с нами в эфире была гостья из Баку, театральный музыкальный критик Улькар Алиева.